Тогда начинаем. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Начинается сентябрь, новый учебный год, и мы продолжаем серию вебинаров, которые организует фонд «Обнаженные сердца». Надо представиться, наверное, да? Ну да. Я Татьяна Морозова, я клинический психолог. Больше 20 лет я работаю с разными детьми, в разных службах, с детьми маленькими, с детьми постарше. И больше 20 лет мы работаем со славой. Мы каждый день работаем, даже по субботам. Сегодня как раз такая суббота. И у нас сегодня... Да, про меня. Собственно, я детский невролог и консультант фонда «Обнаженные сердца». И, собственно, сегодняшний день у нас посвящен сенсорной интеграции и вообще обработке сенсорной информации и тому, насколько окружающая среда влияет на то, как мы учимся, развиваемся, играем, взаимодействуем с другими. Тема сенсорной интеграции стала достаточно популярной в последние годы. И мы хотели бы поговорить о том, что имеет отношение к этой области, что, возможно, не имеет отношение к этой области, что может считаться доказанным, а какие вещи можно считать недоказанным. И давайте начнем с того, что есть сенсорная интеграция. Это неврологический процесс, который организует ощущения от тела человека и окружающей среды и дает возможность эффективно функционировать в этой самой окружающей среде. То есть все мы живем окруженные разными сенсорными стимулами, они приходят к нам, мы их каким-то образом обрабатываем и отвечаем на те стимулы, которые считаем важными. Давайте начнем. Только что пришел вопрос, который вызвал у нас очень сильную эмоциональную реакцию, и, наверное, лучше я его зачитаю, потому что это достаточно серьезно. Вопрос следующий. Я с ребенком хожу на занятия по сенсорной интеграции. На последнем занятии ей на глаза одели зрительный анализатор, ей это очень не нравится. И чтобы она не снимала повязку, завязали руки утяжелителями за спиной. Ребенок кричал, и явно эта процедура ей неприятна. У меня такой вопрос, нормально ли это? Нужно ли заставлять ребенка делать то, что ей не нравится? Да, прям, скажем, неожиданный вопрос, но очень даже для начала, наверное, нам важный. И, собственно, наверное, надо начать с того, насколько мы можем и имеем право использовать практики, которые мало того, что не очень доказательны, еще и могут навредить. Ну и надо сказать, что занятия по сенсорной интеграции, они все-таки предполагают достаточно высокую степень активности ребенка, познавательные активности, и не могут быть для ребенка неприятными. Если ребенок кричит и плачет, и это продолжается достаточно долго, и никаких не делается попыток изменить ситуацию, то, наверное, это что-то не то. Ну и сказать честно, что касается завязывания рук на занятиях, завязывания глаз на занятиях, мы были с тобой в разных клиниках, в том числе в тех клиниках, которые считаются ведущими в мире по сенсорной интеграции, никогда ничего подобного мы не видели, и не слышали, и не читали. И, собственно, никаких нет исследований, которые бы нам позволяли предположить, что есть какие-то магические зрительные анализаторы. И надо завязывать руки при этом. Да, ничего такого нет. Это, наверное, какой-то перегиб, к сожалению. Я не могу, конечно, дистанционно ничего там советовать никому, но я бы сильно задумался о том, что такое творится вокруг ребенка. И, наверное, недаром вы беспокоитесь. Наверное, вам нужно посоветоваться с какими-то более грамотными специалистами, которые рядом у вас есть. Я пыталась тебя перебить. У меня это получилось. Ты хотел что-то вставить. Да я уже забыл, на самом деле, что я хотел вставить. Я просто настолько был, честно сказать, как-то вот расстроен вопросом. И он меня очень эмоционально как-то вовлек, потому что мне все-таки как неврологу очень хотелось бы, чтобы мы вместе понимали, что мы на сегодняшний день знаем о работе мозга, и как он, собственно, развивается, и про пластичность мозга, про активное обучение, и то, почему мы в своих программах используем так много различных подходов, которые в том числе и пытаются понять, как человек чувствует, что человек чувствует, что человеку нравится, что не нравится, что его может пугать, и что, наверное, мы можем в широком смысле называть обработкой сенсорной информации. Давай для начала все-таки пойдем подумаем насчет тех самых разных каналов информации и хотя бы их перечислить. Я вот хотел тебя спросить, на самом деле, вот если, мне кажется, что все-таки тема обработки сенсорной информации, сенсорной интеграции, она такая очень практическая, да, и мне, может быть, хотелось бы, чтобы мы начали все-таки с чего-то такого, чтобы зрителям было чуть поинтереснее. Что вот тебя приводит чувство утром, когда ты просыпаешься? Мне надо немножко полежать и принять душ. Я не могу скачать сразу. И душ мой будет, предвосхищая твои вопросы, душ мой будет не контрастным, не горячим, не холодным, а душ мой будет теплым. И после этого тебе будет легче работать? Ну, потом я немножко похожу. И мне тоже нужно, наверное, вот что-то такое сделать, чтобы проснуться, чтобы перейти из спящего режима в режим такого активного бодрствования и начать функционировать. И на самом деле, если мы думаем про сенсорные ощущения, это же не только вот что-то такое особенное, применимое к детям или к детям с особенностями в развитии. Это вообще все, что нас окружает. Мы спим, мы бодрствуем, мы воспринимаем информацию, и мы в разной готовности находимся к тому, чтобы учиться или учить, или, соответственно, вести вебинар. А все-таки какую информацию? Вот она есть тактильная, то, что мы чувствуем в коже. Она есть слуховая, она есть зрительная, понятельная, вкусовая. И еще два канала, по которым поступает к нам информация, которые, может быть, меньше знакомы людям, и как раз про них очень много говорится в работах по сенсорной интеграции. Это пропорецепция. Это ощущение, понимание положения тела в пространстве, которое дает нам специальный рецептор, который находится в мышцах, суставах и сухожилиях. И вестибулярное. Это осознание положения тела и головы, это помогает нам поддерживать осанку равновесия во время выполняемых задач. И надо сказать, что пропорецептивная и вестибулярная системы, они очень достаточно сильно связаны с системой зрительной. Ладно. Что хотелось бы сказать по поводу нарушений сенсорной интеграции? Ну вот наш мозг получает информацию, она обрабатывается, мы отвечаем, иногда информация обрабатывается не самым оптимальным образом. Могут мышцы и нервы работать обычно, сенсорные анализаторы работать обычно, а по какой-то причине информация обрабатывается не очень. И, собственно, что замечают родители, педагоги и другие специалисты, замечают поведенческие проблемы, о которых мы сегодня будем говорить. Это двигательная неловкость, это трудности в выполнении задач, связанных с тонкой моторикой, с письменными принадлежностями, с столовыми приборами, это трудности с концентрацией внимания и всякие прочие поведенческие проявления. Давайте поговорим о нарушениях сенсорной интеграции и нарушениях развития. На сегодняшний день принято считать, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют нарушение обработки сенсорной информации. В последней классификации, которую описывает аутистический спектр, не звучит слово сенсорная интеграция, там звучит слово обработка сенсорной информации. И, соответственно, почему это так? Почему мы на сегодняшний день не можем сказать, что сенсорная интеграция это такая специальная штука, которая известна, где в голове сидит. Потому что на самом деле мозг устроен сложнее. Конечно, там есть очень много систем, которые друг с другом взаимодействуют, которые отвечают за разные решимы нашего активного обучения, за то, что мы спим, за то, что мы находимся в ожидании, за то, что мы переходим из одного состояния в другое, за то, как мы успокаиваемся, за то, как мы, собственно, взаимодействуем в тот момент, когда нам нужно активно физически, в том числе, что-то делать. Поэтому, собственно, название сенсорной интеграции это некоторый собирательный образ на сегодняшний день. И, собственно, поэтому в классификации, в той же самой DSM-5, там звучит нарушение обработки сенсорной информации, применительно к аутизму, но тем не менее подчеркивается, что могут быть проявления гипергипосензитивности на разные сенсорные модальности, необычный интерес к сенсорным аспектам при окружении, например, трудности с дефернициацией боли, температуры, какие-то особые ответы на обычные стимулы, текстуры и так далее. Ну, смотри, это же ведь не только все про аутизм. Абсолютно не только про аутизм. Самые первые программы, которые были придуманы для детей, которым очень трудно себя отрегулировать, это же на самом деле программа для недоношенных. Ну и вообще обычных детей. Я хочу сказать, что да, у детей с аутизмом, естественно, часто бывают трудности с обработкой сенсорной информации, но аутизм и нарушение обработки сенсорной информации это не одно и то же. Не у всех детей с аутизмом есть такие трудности, и если есть такие трудности, это далеко не аутизм, не всегда, да? Нет, 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 ни в коем случае. И мало того, собственно, чаще всего понимание сенсорных потребностей, оно, в общем, необходимо для любого ребенка, у которого есть какие-то... Ну и вообще для любого ребенка, потому что все очень разные. Ты начал говорить про недоношенных. Действительно, группа детей, у которых с большей вероятностью встречается нарушение обработки сенсорной информации, это недоношенные дети? Ну, те, кто родились глубоко недоношенными, они, в общем, рождаются еще и не умеющими регулировать температуру, не умеющими себя успокаивать, не умеющими часто сосать, глотать. Регулировать свое дыхание, регулировать сосание, глотание и дыхание одновременно. Это такой классический пример того, что вообще, в принципе, для того, чтобы научиться себя хорошо регулировать и приводить в рабочее состояние, нужно быть достаточно, с одной стороны, зрелым, с другой стороны, получить некоторый опыт и поддержку внешнюю. Кроме недоношенных детей, у кого есть риск подобных нарушений обработки сенсорной информации? Дети с синдромом Дау, да? Да, дети с различными генетическими синдромами, это точно. Но на самом деле дети, у которых, которые пережили какой-то трудный опыт в начале своей жизни? Дети, которые пережили высокую степень депривации, и это дети, которые находятся в домах ребенка. Их сенсорное окружение совсем не напоминает то сенсорное окружение, в котором живет обычный домашний ребенок. И мы сейчас в произвольном порядке на самом деле вам перечисляем довольно специально, чтобы дать некоторое представление о широте вообще применения как раз вот тех подходов, которые как раз используются при нарушении обработки сенсорной информации. То есть у человека могут быть подобные трудности по самым разным причинам. Вот как раз об этом мы и хотели сказать, потому что, собственно, индикатором того, есть ли у нас нарушение обработки сенсорной информации, является то, что мы как-то необычно себя ведем или необычно реагируем на самые обычные стимулы окружающей среды. А вот, кстати, пришел вопрос. Давай. И он, собственно, занятия по сенсорной интеграции детям с серебральным пролечом или с нарушениями зрения рекомендованы или для этих детей нет смысла? Вот только что он пришел в эфире вопрос. Ну, как бы ты ответила? Я не думаю, что всем рекомендованным занятиям по сенсорной интеграции можно это попробовать. Для детей с двигательными нарушениями, наверное, если это адекватно спланированная программа, это может быть неплохо. Я бы сказал так, смотря под каким углом мы рассматриваем все-таки ту самую программу сенсорной интеграции. Если мы рассматриваем очень узко ее применительно... Завязыванием глаз или рук те утяжелители. Нет, 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 нет. Я даже не про это. Я имею в виду, что если у ребенка с серебральным пролечом или с нарушением зрения может не быть трудностей с тем, чтобы переходить в режим активного обучения, быть готовым учиться, сохранять длительную концентрацию внимания. И вот этот компонент программы, который, собственно, часто и подразумевается по сенсорной интеграции, может быть, и не нужен. Но те компоненты, которые помогут лучше понимать свое тело, лучше находить себя в пространстве, лучше соответственно... Поддерживать позу, развивать баланс, координацию, да, конечно. Конечно нужно. То же самое у ребенка с нарушенным зрением, потому как зрение важнейший канал для поступления информации и лучше координировать себя, лучше развивать тот же самый баланс, координацию, билатеральные всякие действия, может быть, очень хорошо. Опять же, термин сенсорная интеграция очень широкий и очень многие люди понимают его абсолютно по-разному и может быть, мы не совсем то имеем в виду, что чаще всего предлагается коммерческими центрами. Давайте вернемся к тому, о чем очень важно помнить. Мы знаем, что за трудностями в поведении стоят не только проблемы сенсорной интеграции или проблемы обработки сенсорной информации. Вот классическое поведение, которое часто трактуется как сенсорные трудности. Например, зажимает уши, снимает с себя одежду, толкается и кричит. Если проводить профессиональную оценку и думать о причинах такого поведения, да, несомненно, мы можем рассматривать трудности сенсорной интеграции, но, скорее всего, проявление такого поведения может случиться по совершенно другим причинам. Например, ребенок может получать внимание таким образом или отказываться от внимания. Если я крикну, вы на меня посмотрите, для того, чтобы вы посмотрели на меня в следующий раз, я крикну еще раз. Если я не хочу, чтобы ты, слава, разговаривал, я начну кричать, зажимать уши, и, наверное, ты перестанешь разговаривать, и в следующий раз, когда ты опять будешь много говорить, я сделаю, «Боже мой». Либо ребенок пытается получить доступ к каким-то активностям, игрушкам, либо отказаться от какой-то активности, например, когда ты много говоришь. Вот, собственно, почти как призыв, чтобы я молчал. Не-не-не, говори, дорогой. Вот, все-таки, главной ошибкой, которая может быть при реализации программы, которую, условно, можно назвать программой сенсорной интеграции, это, собственно, если мы будем трактовать любой сигнал ребенка как проявление его сенсорных потребностей, таким образом будем подкреплять нежелательное поведение, да, то, о чем ты говоришь. Собственно, мы будем избавлять его от требований, уводить его из тех ситуаций, когда ему нужно немножко, в общем, потрудиться, еще что-то сделать. Поучиться, и в итоге ничего хорошего для ребенка не будет. Или мы будем каждый сигнал ребенка трактовать как сенсорную потребность и не будем учитывать его коммуникативные нужды. И всякие прочие. Вот еще часто проявляющиеся виды поведения, которые иногда ошибочно трактуются как симптомы нарушения сенсорной интеграции. Бывает, что поведение ребенка связано с тревогой. Когда мы находимся в тревоге, когда нас что-то серьезно беспокоит, мы тоже можем раскачиваться, иметь трудности в концентрации внимания, быть раздражительными либо апатичными. То есть мы хотим сказать, что человек очень сложное существо, и единой причины для всех не бывает, единой программы для всех не бывает. И прежде чем выбрать какое-то направление работы, надо подумать все-таки о том, какие еще есть потребности у человека. недостаток коммуникации, ты говорил об этом, у нас был подобный вопрос, мы чуть попозже его зачитаем. Вот исследования показывают, что до 65-80% нежелательного поведения мы можем убрать, обучая ребенка, альтернативной или дополнительной коммуникацией. Соответственно, часть поведения, которая связана с криками, драками, убеганием, бросанием, швырянием. Чаще, достаточно часто несет, причиной будет невозможность выразить мнение, желание, потребность, чего-то еще. Если у человека такая возможность появится, ему не надо будет проявлять нежелательное поведение. Итак, человек-существо очень сложное, его функционирование определяет множество факторов, здоровья, но, опять же, никуда не денешь состояние здоровья, потому что кричать, раскачиваться, закрывать уши руками, недостаточно излишне реагировать на происходящее. Вот классические симптомы нарушения сенсорной интеграции. Можно такое поведение получить по медицинским причинам. Да, можно. Может быть и болеть уши, может болеть живот, может быть все, что угодно. И это, опять же, важная штука, прежде чем мы перейдем к каким-то советам, непосредственно связанным с улучшением обработки сенсорной информации и к программам сенсорной интеграции. Собственно, помните, прежде чем задуматься о сенсорных в чистом виде программах и потребностях ребенка, проанализируйте поведение и причины поведения, посмотрите на коммуникацию и возможности сказать о том, что беспокоит, что хочется, во что я хочу играть и так далее. И чего я, собственно, не хочу. И чего я не хочу. Посмотреть бы хорошо все-таки на общее состояние здоровья. Но мы сейчас говорим о неговорящих детках, в основном, о тех, кому нужно использовать методы дополнительной коммуникации, когда они не могут сказать. Там будет вопрос, что попозже могу сказать. И я хотела бы сказать, что надо посмотреть все-таки за состоянием сенсорных систем, потому что бывают, нередко бывает нарушение зрения, которое вызывает трудности, в том числе с координацией, балансом и концентрацией внимания, нарушение слуха, которое все-таки является зачастую причиной трудностей с речью, вниманием и всякими прочими вещами. Это достаточно важно помнить. А вот теперь вопрос, который я хотела зачитать. Сейчас я попробую его найти. Не вижу этого вопроса, но там вопрос касался, как может помочь сенсорной интеграции неговорящему ребенку с аутизмом в шести лет, что нужно делать. Но все-таки, поскольку это неговорящий ребенок, ребенку уже шесть лет, понятно, что этого ребенка достаточно много есть того, что он хотел бы выразить, то, наверное, в первую очередь надо бы заняться коммуникацией. Надо оценить эту коммуникацию, что ребенок может проявить, каким ребенок образом просит, каким отказывается, и все-таки подумать о дополнительной коммуникации, которая никак совершенно точно в исследованиях это показана, не повредит развитию речи, а лишь поможет в дальнейшем развитию речи. И с этим надо что-то делать. Все-таки обратитесь к специалисту по коммуникации. Что же касается сенсорной интеграции, мы попозже в течение нашего вебинара расскажем о подходах к организации обучения и организации среды, которые учитывают закономерности обработки информации, которые также нужно использовать. Но в первую очередь, конечно, если это неговорящий ребенок, это занятие по коммуникации. Вообще, в принципе, как ты считаешь, может ли быть такая программа, в которой мы будем заниматься только сенсорной интеграцией или обработкой сенсорной? Думаю, что нет. Я тоже думаю, что, наверное, нет ребенка, у которого есть реальные какие-то трудности, для которого мы стали бы использовать только этот компонент и не думали бы о том, как развивать коммуникацию, как ему развивать общение, социализацию, как, собственно... Как лучше родителям его понимать, а ему понимать родителей, учителей, одноклассников и так далее. Как структурировать окружение вокруг него, каким образом помогать ему самоорганизовываться, как лучше понимать ощущения эмоций и намерения других, потому что, собственно, много-много-много компонентов должно быть у хорошей взвешенной программы и не только компонент, связанный с сенсорными ощущениями. В общем, с точки зрения здравого смысла нет таблетки от всех болезней, поэтому есть интереснейшие подходы, которые разработаны в рамках программ, основанных на эти ээксенсорные интеграции, но это не панацея. Мало того, мы хотим сказать, мы все время об этом говорим, что программа фонда, мы уделяем особое внимание тому, чтобы смотреть, есть ли доказательства эффективности какого-то отдельного подхода. Нам кажется, что это очень важно с точки зрения профессиональной этики, потому что мы не можем советовать, рекомендовать семьям программы, эффективность которых не доказана. Ну и, соответственно, прежде чем предложить ребенку какую-то программу помощи, надо смотреть, какие там есть доказательства, желательно смотреть не только на русском языке, потому что мы не существуем в вакууме. Ну вот смотри, какие у нас, собственно, есть исследования и доказательства, которые показывали бы собственно роль сенсорных систем, роль физической активности, что мы вообще знаем про человека в общем, даже не про конкретное нарушение. Мы знаем про собственно роль активного обучения, что такое собственно активное обучение, когда мы чередуем физические нагрузки и собственно непосредственно академические задачи или задачи, которые сложно человеку решать в данный момент в области коммуникации, социализации, чего угодно другого. мы знаем, что чередование таких нагрузок для всех людей, не только для детей с нарушениями, оно помогает активно учиться. Мы знаем, что достаточное количество физических нагрузок и такой активной, тяжелой физической работы приводит к улучшению академической успеваемости, концентрации, концентрации внимания и к снижению тревоги. К снижению тревоги, да, и собственно даже влияет на депрессию. У взрослых людей исследования эти достаточно обширные, их много, там есть даже в общем исследования, которые показывают изменение уровня гормонов стресса. Мы сейчас не говорим про детей с нарушением, мы говорим про взрослых людей, у которых физические нагрузки и чередование нагрузок с физических, с когнитивными, оно собственно приводит к улучшению их функционирования. Итак, хорошая вещь, не единственная программа, думаем о доказанной эффективности, ну и давай будем собственно двигаться дальше в сторону, все-таки сенсорной интеграции. Опять же, да, давай. Сейчас секундочку, я почитаю вопрос, к которому пришли. Вопросов много к нам поступает, и прямо они пошли. Пошли, пошли, ну давай мы немножко еще поговорим, чтобы потом проще было отвечать на эти самые вопросы. Давай подумаем о том, что есть нарушение и не нарушение обработки сенсорной информации. Надо сказать, что некоторые люди думают, что вот сенсорная интеграция это хорошо, она есть, а если ее нет, то значит ее нет, это не так. Это все-таки континуем. Давай попробуем нарисовать, что ли. Лучше я попробую нарисовать. Но ты потом нарисуешь то, о чем мы договорились с тобой. Итак, здесь все хорошо, здесь все далеко не очень, и вот какая-то зона, в которой большинство людей находится, когда все так воспринимается, обрабатывается, реагируется очень даже неплохо. И надо сказать, что все-таки любые нарушения свойственны небольшому проценту населения, поэтому в основном у всех у нас, несмотря на то, что могут быть какие-то трудности с какими-то определенными модальностями, вот у меня явно плохо с вестибуляркой. Укачивает меня ужасно. При этом у тебя нет нарушений. У меня нет нарушений. Да, я боюсь залезть на стул, я боюсь высоты, я не очень уверенно двигаюсь, но при этом это не мешает мне. Ну, а есть люди, которые не очень ловкие, которые все время падают, что-то роняют, не очень понимают свое... Не очень дружат с своими руками. Но при этом, собственно, это не является каким-то выраженным нарушением, но иногда бывает так, что ребенку труднее учиться, а взрослому труднее, собственно, работать, потому что, собственно, вот как раз такие процессы нарушаются. И тогда мы говорим о том, что это попадает... Мы находимся в той части спектра или континуума, когда действительно это мешает жить, и что мы, собственно, видим? Мы видим трудности с концентрацией, мы видим трудности с некоторыми навыками крупной моторики, там, кататься на велосипеде, осваивать какие-то сложные движения, мелкой моторики, использование столовых приборов, использование письменных принадлежностей, канцелярских принадлежностей. Мы можем видеть, что это расстраивает ребенка, он может начинать избегать каких-то определенных активностей, танцев, музыкальных занятий, спортивных занятий, детских площадок. Могут быть трудности в более сложных движениях, например, дети неплохо бегают, но при этом трудно на полосе препятствий, когда надо куда-то залезать, через что-то перешагивать. С этим могут быть трудности. И поскольку все-таки ребенок не функционирует в вакууме социальном, то ребенок, который хуже участвует, более неловкий, более отвлекаемый, более трудно вовлекаемый, его могут не очень принимать другие дети, а кто-то может над ним смеяться. Ну и, в общем, с детьми-то это как-то... Дети есть дети, а когда смеются на ребенка взрослые, вот это нехорошо. Совсем нехорошо. Сенсорная перегрузка — это то, что мы время от времени видим, когда наш мозг получает слишком много информации, когда мы видим достаточно серьезный поведенческий срыв. Ну вот, когда рассказывают о, собственно, сенсорной интеграции, о обработке сенсорной информации, обычно используют такие термины, как фильтры, которые помогают нам, собственно, слышать то, что мы должны бы в данный момент слушать, или хотим слышать, или нам необходимо слышать, видеть, чувствовать, ощущать. И, собственно, не исключать ту информацию, которая сейчас не так для нас важна, и обрабатывать ее некоторым другим образом. И, собственно, наверное, все перегрузки, они чаще всего связаны с тем, что в какой-то момент человеку труднее фильтровать ощущения, которые в данный момент, собственно, и не необходимы для того, чтобы участвовать в социальном взаимодействии, в обучении, в игре, или в том, чтобы сейчас успокоиться, уснуть, или что-то такое сделать еще. Но реально это может быть в ситуации, когда слишком много различных сенсорных стимулов к нам поступает. Ну, взять, например, торговый центр. У Национального общества аутизма в Великобритании есть прекрасный ролик, который совсем маленький, минута с небольшим, который показывает, как может наступить сенсорная перегрузка у ребенка с аутизмом. Очень хороший ролик недавно. Не получилось, к сожалению, его запустить. Попробуйте, поищите его. Много звуков, блики, много людей, много запахов. Кто-то ходит, кто-то толкается, кто-то кричит. И для некоторых людей это слишком много. Я не знаю, как вы сейчас себя чувствуете, обычные зрители, на вокзале, на рынке, в каких-то еще местах, где очень много звуков, запахов, света, движений. Иногда это приводит к не самому лучшему самочувствию. Почему не у всех? Ну, допустим, кто-то пошел в торговый центр, и там получает удовольствие, и, в общем, пойдет туда еще раз, а кому-то много, кому-то трудно, а кому-то совсем не важно. Здесь мы говорим о фильтрах, потому что обычно мы стараемся ограждать от себя от информации менее релевантной, и даже не в торговом центре, а вот здесь сейчас что происходит? У нас есть лампы, они достаточно яркие, они светят прямо на нас. Мало того, от них есть небольшой звук. Есть определенная температура воздуха, которую мы начинаем чувствовать, и вы увидите, наверное, к концу нашего вебинара, нам станет еще жарче. Есть наша одежда, на которой есть, возможно, есть какие-то ярлычки и прочие штучки, которая, я считаю, что она у меня достаточно комфортна, но не всем комфортна в такой же степени, потому что может что-то тереть, давить, неприятно ощущаться. Есть масса стимулов, к которым мы пока справляемся. Но бывает такая ситуация, когда, собственно, у ребенка, у которого есть трудности с обработкой сенсорной информации, что-то начинает отвлекать, какие-то стимулы, на самом деле, второстепенные, оказываются важнее, собственно, того, на что в данный момент необходимо обращать внимание. Трудно выделить сигналы шума, и, собственно, происходит то, что мы называем сенсорной перегрузкой. Итак, сенсорная перегрузка, слишком много ощущений на входе, их сложно отфильтровать. И что, собственно, мы видим? Причем слишком много для конкретного человека. Для конкретного человека. Для кого-то, может быть, и даже мало. Я помню, как в детстве родители говорят, что я очень плакала на демонстрациях первомайских и ноябрьских, потому что там был духовой оркестр, много людей, и вот этот шум от духовой оркестра, он меня просто стал рыдать. У нас есть вопрос про трехлетнюю девочку, которая боится музыкальных занятий. И, собственно, вопрос, что делать. Она закрывает уши, отказывается сюда входить. Мы, может быть, потом к этому еще вернемся. Еще масса вопросов пришло. Здравствуйте. А как вы дифференцируете этот недостаток именно обработки информации или все-таки недостаток восприятия? Для того, чтобы ставить какие-то диагнозы, дифференцировать, необходимо проводить специальную оценку. Надо сказать, что у специалистов по сенсорной интеграции хоть инструментарий такого немного, но все-таки имеется. И голословно говорить всегда не стоит, лучше провести серьезную профессиональную оценку. Подскажите, пожалуйста, известны ли какие-либо противопоказания к осуществлению занятий по сенсорной интеграции? Смотрите, давайте вот еще раз. Сенсорная интеграция все-таки нужна нам для того, чтобы найти особенности человека, его сенсорные, чтобы сделать программу индивидуальной, по сути. кто-то боится звуков, кто-то не боится, кто-то укачивает, кого-то нет, кто-то отвлекается на полоске на стене, кто-то нет, кто-то любит качаться, кто-то боится того, чтобы качаться, кто-то залезает и карабкается, кто-то наоборот. Вот мы должны про ребенка или взрослого, которому мы хотим сейчас помощь оказывать, понять, что он любит, что он не любит, вообще важны ли для него, является ли это с какой-то ведущей проблемой нарушение обработки сенсорной информации. А с другой стороны, это чаще всего помогает нам готовить его к непосредственным занятиям по развитию академических наук, коммуникации, социализации. Я не должен быть слишком сонным, когда я пришел в группу, чтобы играть с другими детьми. Мне нужно помочь взбодриться. Кому-то понадобится тяжелая работа, потаскать что-то, поскатывать ковер. Так и ты отвечаешь на вопрос о противопоказаниях. Я хочу сказать, что противопоказаний против того, чтобы понять индивидуальные особенности человека, нет. Противопоказания есть. Вот это, вспоминая тот первый вопрос, с которым мы начали. Противопоказания могут быть... Но это, наверное, не те программы. Да, да, да. Это просто не надо делать. Просто противопоказания против тех программ, которые, очевидно, могут или принести вред, или не имеют вообще никакого смысла. И, наверное, все-таки, опять же, в программах по сенсорной информации нет никаких чудес. И вы можете почитать несколько базовых книг по сенсорной интеграции, которые сейчас изводаны, и понять вообще, то, что с вами делают, это имеет хоть какое-то отношение к этой программе или нет. Если это, собственно, соотносится с теми информации, которые вы можете прочитать в книге, ребенок сенсорная интеграция, разбавансированный ребенок, сенсорная интеграция в диалоге, то почитайте книжки, а потом, собственно, попробуйте с точки зрения вашей, собственно, человеческой логики понять, это похоже на то, что вам предлагается, или нет. Если это не похоже, значит, это противопоказание к тому, что мы такие программы используем. Вопрос. Можете ли вы порекомендовать способы отличить квалифицированного специалиста, работающего в данном подходе, от неквалифицированного? В первую очередь, посмотрите на образование человека и его опыт работы. Наверное, человек, который имеет другое базовое образование, с детьми не работал, прошел какой-то где-то курс, наверное, это не то. Посмотрите на то, что говорят другие родители, есть ли вообще какие-то эффекты, от работы данного специалиста. Видишь, это такая субъективная штука. Ну, видишь, если у кого-то все дети кричат, и кто-то чего-то там завязывает, наверное, нет. Все-таки, наверное, квалифицированный специалист мыслит чуть дальше за рамками своей специальности и смотрит чуть дальше и не обещает панацеи излечения. Ну вот, все-таки, еще раз, что такое сенсорная интеграция и обработка сенсорной информации, чтобы нам сюда прийти и рассказывать то, что мы вам пытаемся рассказать, нам нужно было проснуться, нам нужно было прийти в себя, нам нужно было сосредоточиться и обратить на вас внимание. Дальше все, чем мы научились, мы научились все-таки не благодаря нашему сенсорному ощущению. Нужно было почитать книжки, пообщаться с людьми, это другие программы. Сенсорная информация, сенсорная интеграция, простите, нужна нам была для того, чтобы подготовиться к тому, чтобы взаимодействовать, учиться и что-то такое делать. И, соответственно, не может быть программы, которая занимается только сенсорной интеграцией. Это всегда часть более широких программ, которые направлены вообще на разные стороны функционирования человека. Мы немножечко сбились с обсуждением сенсорной перегрузки, потому что на самом деле есть разные типы реагирования, и это не всегда только истерика. Это может быть еще и уход в себя, отключка и снижение реакции на происходящее. Имеешь в виду замораживание? Да, я имею в виду именно это, это индивидуальная особенность человека, каким образом человек справляется с сенсорной перегрузкой. Ты несколько раз уже говорил по поводу проснуться-не проснуться, активный-неактивный, перегруженный-неперегруженный. Дай попробуем нарисовать этот диапазон, чтобы визуально показать, о чем, собственно, мы говорим. Если мы думаем о том, что... У всех у нас есть какой-то уровень активности. Такой вот коридор, в котором нам комфортно, в котором мы, собственно, можем активно учиться, играть, взаимодействовать. То есть мы достаточно бодры, но еще не перевозбуждены. И вот этот диапазон активности, часто наши коллеги говорят, именно так, как надо. Все, что ниже вот этого диапазона, это слишком низкий уровень активности. Все, что выше, это когда мы перевозбуждаемся, возможно, перегружаемся. И если говорить о готовности к обучению, то лучше всего мы учимся, воспринимаем новое, когда мы находимся в средней диапазоне. И я могу прийти, активно взаимодействовать, и только что, в общем, проснуться, позавтракать, выпить кофе, быть готовым к тому, чтобы учиться, и находиться где-то вот в достаточно активной фазе своего функционирования. Потом я постепенно могу начать уставать, 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 уставать. После обеда это случается, мы вываливаемся вот туда. Но чтобы не уснуть, я могу сделать перерыв, маленькую физическую активность, я могу что-то выпить горячего или, наоборот, холодного, и мой уровень активности снова будет меняться. И, собственно, задача не в том, чтобы он был плоским, он не бывает плоским. Мы все начинаем функционировать то бодрее, то, наоборот, снижается наша активность. Главное, чтобы мы оставались вот в этом коридоре, чтобы мы не уснули и не, собственно, переузбудились, не выбежали из комнаты, не впали в истерику, чтобы с нами ничего такого не произошло. Либо не перестали реагировать на происходящее. Надо сказать, что вот этот диапазон, он у разных людей разный. И если у людей без нарушения обработки сенсорной информации он достаточно широкий, и к нему легко возвращаться, то у некоторых людей этот диапазон пониже. В данном случае мы в том числе имеем в виду детей с некоторыми неврологическими нарушениями, с аутизмом, с другими нарушениями. И ребенку не всегда легко находиться вот в этом диапазоне, который позволяет активно работать и учиться новому. Собственно, программа сенсорной интеграции помогает ребенку возвращаться в этот диапазон и развивает его способности к саморегуляции. Разделяют две основные трудности в обработке сенсорной информации, которую называют гиперсензитивностью. Если ребенок или взрослый реагирует на определенные стимулы, группы стимулов слишком остро, слишком редко, либо пытается избегать этих стимулов, воспринимая их как болезненные. Итак, это гиперсензитивность либо сверхреакция. Либо гиперсензитивность или недостаточное реагирование, когда человеку недостаточно обычной интенсивности стимулов, и для того, чтобы почувствовать их лучше, человек начинает их искать. Говорят трехлетние девочки, которые избегают музыкальных занятий, закрывают уши и не желают заходить в ту самую комнату с музыкальными занятиями, это, наверное, не проявление гиперсензитивности. Это скорее проявление повышенного реагирования на определенные, в данном случае, слуховые стимулы. Как проверить, не является ли это просто реакцией нежелания ходить на музыкальные занятия? Надо посмотреть, в первую очередь, есть ли подобные реакции на подобные звуки, громкие звуки в других ситуациях, потому что это может быть связано только с детским садом. Может быть. Ребенок может слушать громкую музыку дома, ребенок может с удовольствием под эту музыку плясать, плясать на детских площадках, на всяких других местах, где есть громкая музыка, и даже те же самые музыкальные инструменты. А в детском саду при этом не подходить к музыкальному залу и зажимать при этом уши. То есть, вот такая гиперсензитивность не может быть только в одном месте? Если такая гиперсензитивность возникает только в одном месте, скорее всего, это нежелание этим заниматься. Ну, в общем, может быть, там просто неприятно. Если все-таки ребенок каждый раз при громких звуках, громком пении, неожиданных звуках закрывает уши, начинает кричать, мы можем подозревать, что у ребенка реально есть гиперсензитивность, и мы должны думать о том, как постепенно, занимаясь с ребенком, мы будем снижать вот эту чувствительность к тем самым стимулам, которые окружают ребенка. Подобные программы часто называются десенсибилизацией или снижением чувствительности. У таких программ есть определенные доказательства эффективности, но все, что касается программ десенсибилизации, они должны проводиться очень квалифицированными людьми, потому что риск что-то испортить там достаточно высокий. Мы, наверное, попозже немножечко об этом поговорим. Будем мы говорить про гиперсензитивность по разным моделям? Наверное, имеет смысл, да? Еще раз мы хотим сказать, что сенсорные причины не стоит рассматривать в первую очередь. С рассматривать все остальное, если у вас останутся сенсорные причины, то с ними, наверное, имеет смысл поработать. Так, ну давайте начнем с достаточно рано развивающейся модальности, тактильной. И как у нас будет выглядеть гиперсензитивность? Иногда пишут о тактильной защите. Ну как она будет выглядеть? Дети могут очень эмоционально и негативно реагировать на легкое прикосновение. Часто таких детей в школе называют невоспитанными в детском саду и агрессивными. Вот когда она легкая-легкая, я получаю от славы достаточно сильную реакцию. Дети, которые боятся, когда рядом находятся другие люди, потому что боятся, что до них могут дотронуться и могут вести себя достаточно агрессивно. На самом деле защитная реакция. Дети, которые очень расстраивают родителей, потому что мы любим целовать своих детей, а есть дети, которые на вот это прикосновение начинают реагировать очень негативно, и некоторые начинают тереть это место для того, чтобы перебить это самое ощущение. Отвергают других людей или домашних животных, которые неожиданно прикасаются. Есть дети, которые демонстрируют сверхреакции на боль, и из малейшей царапины устраивают такую вот ужасную трагедию. Есть дети, которые очень с трудом воспринимают новую одежду. Их могут раздражать то, что не раздражает других детей. Какие-то текстуры одежды, ярлычки, слишком мягкая, слишком жесткая, слишком колючая. Вот все носят, а вот этот ребенок не носит. Резинки на талии, резинки на носках, шапки, шарфы, перчатки и так далее. Это может вызывать очень много негативных эмоций у мамы, которые очень трудно собрать ребенка на улицу, отвезти его в детский сад или в школу. Но за вот таким поведением могут в том числе проявляться особенности повышенной сензитивности тактильного характера. Как отличить попытку привлечения внимания от того, что ребенка действительно... И как себя родителям вести? Вот ребенок постоянно им что-то не нравится, одежда там... Может ли это быть тактильными проблемами или это может быть привлечение, попытки привлечения внимания? Наверное, может быть. Наверное, мы любое нежелательное поведение должны, в принципе, игнорировать, пытаясь использовать какие-то различные стратегии. Причем не использовать все стратегии одновременно. Мы можем предложить другую одежду, посмотреть, будет ли это продолжаться. Мы можем попробовать выбор одежды. Да, мы посмотрим на процесс одевания. Потому что если ребенок отказывается от одевания или раздевается, радостно раздевается публично, это может быть реакцией протеста. При этом ребенок не будет особо дифференцировать виды одежды. Если это все-таки связано с какой-то определенной одеждой, которая имеет резинки, либо которая слишком жесткая, дети, которые... Он не отдушит, он не отдушит этот воротник. Давайте попробуем сделать просто дырочку в воротник побольше. А здесь что-нибудь другое. А здесь что-нибудь другое. И если таких жестких реакций мы не замечаем, то и, в общем, хорошо. То, наверное, скорее всего, это было связано с тактильными ощущениями. Есть такое еще проявление, которое называется тактильной защитой, когда мы видим избегание определенных ощущений. Когда дети не хотят играть в так называемые грязные игры. Песок, рисовать пальцами, что-то делать с глиной. Им явно неприятно, они демонстрируют это все. При этом у нас же ведь есть возрастная норма, когда детям перестает это нравиться, и возникает совершенно обычная брезгливость, которая как раз связана по многому с развитием новых опрятностей. Да, это обычно 2-3 года, это, в общем, нормально. Есть дети, которые не хотят рисовать пальцами, потому что сейчас появилась масса пальчиковых красок. Вот это может быть проявлением тактильной защиты. Есть дети, которые очень разборчиво едят. Опять же, есть периоды, когда быть разборчивым едоком, отказываться от еды, это, в общем, нормально. Опять же, те самые 2-3 года, вот то самое ужасное двухлетие, от которого все мы родители, бабушки, дедушки, оно на нас влияет, так скажем. То есть есть дети, которые либо предпочитают есть определенные текстуры, либо предпочитают не есть определенные текстуры, мягкая, размятая, определенную температуру. Ну вот тут мы можем говорить о проявлении тактильной защиты. Ну а скажи, пожалуйста, вот если у нас есть проявления какие-то вот такие тактильные, и ребенку не нравятся какие-то определенные ощущения, какая вообще наша стратегия должна быть? Мы просто одеваем что-то, что не приносит ребенку неприятных ощущений, не даем ему звуков. Но ведь так же невозможно жить в мире. Мы не можем защитить ребенка от всех неприятных ощущений, которые вокруг него возникают. Что нам делать? То есть понятно, мы должны создать максимально комфортное существование там, где это, собственно, не так важно. Давай скажем, мы все-таки должны выбирать по-любое, да? Потому что если эти проявления минимальны, у нас у всех есть какие-то предпочтения. И вкусовые, и есть материалы, которые мы не носим. Ну да, то есть это обычно для нас. То есть если я не люблю какой-то вот определенный вид еды, наверное, не нужно заставлять меня полюбить. Вот ты знаешь, мы с тобой больше 20 лет работаем, я терпеть не могу рыбу, ее запах, и вообще рыбные блюда. А я очень люблю всякие. И поэтому мы с тобой сидим рядом, и я рыбу есть не буду. И при этом мы, в общем, не нуждаемся ни в какой специальной программе по обучению там, поеданию определенного ребенка. Но если это реально мешает функционированию, мешает жить, то, наверное, здесь... А что в смысле тактильная защита может реально мешать? То есть когда ребенок боится окружающих, это мешает играм со сверстниками, да? Когда ребенку трудно быть рядом со сверстниками, и он действительно на любое прикосновение, а все-таки в дошкольном периоде, в младшей школе прикосновение имеет огромное значение, и вообще пользоваться руками, прикасаться, исследовать руками, ощупывать – это достаточно важная часть обучения. Если мы видим, что человек не очень с этим дружит, то, наверное, такому человеку будет сложнее. Если человек реально сильно страдает от своей брезгливости, потому что он не может прикасаться, он не может общупывать, он не может рисовать, он не может лепить, вот это, наверное, мешает нормальной адаптации в школе. И тогда надо об этом подумать. Дети с гиперсензитивностью, у нас же не только гиперсензитивность бывает, хотя таких проявлений гораздо больше, все-таки гиперсензитивность чуть поменьше, и она чаще присутствует у детей с какими-то другими сопутствующими нарушениями, могут не замечать прикосновений, которые, пока она не достигает какой-то интенсивности, то есть ведут себя, как будто не осознают прикосновения. Бывает, что дети не замечают, что на руках или в районе рта есть какая-то грязь, остатки пищи, что может раздражать учителей, родителей, воспитателей, а это может быть сенсурной проблемой. Не замечают, что течет из носа, это тоже бывает у детей с проявлениями гиперсензитивности, проявляют малые реакции на боль. С одной стороны, хорошо, когда ребенок не плачет, с другой стороны, это огромная опасность, потому что ребенок может не реагировать даже на серьезную боль. Такой ребенок, который не очень хорошо чувствует свои руки, свое тело, кроме всего прочего, может делать больно, не понимая, что другим людям больно, и не обращать внимания на то, что что-то там упало. Ребенок с плохой тактильной дискриминацией. Вот, наверное, бич для педагогов, потому как про некоторых детей говорят, что кажется, что руками не дружат. И с молниями плохо, и с пуговицами плохо, и с расстегиванием, и с застегиванием, шнурками этими несчастными плохо, и одет неопрятно, кажется, делает специально. Но ведь надо сказать, что вообще исследования показывают, что трудности вот такого рода, они часто сочетаются вообще с различными трудностями усвоения информации. То есть это может сочетаться и с дисликсией, дисграфией, дискалькулией, с разными-разными вот такими штуками. И мы, собственно, это видим и в школе, и в детском саду, и в более старшем возрасте. И с другими нарушениями регуляции, и с этим надо что-то делать. Понятно, что не существует изолированных каких-то совершенно... Это абсолютно для примера мы говорим. Держать в руках приборы, письменные принадлежности, также может быть проявление вот этой трудности, тактильной дискриминации. Дети, которые имеют гипосензитивность, какие еще проявления мы можем видеть? Постоянно прикасаются к каким-то поверхностям, поверхностям, которые успокаивают. Чаще всего это одеяльца, любимые игрушки, либо любимая какая-то одежда, которую труды трогают. Есть дети, которые все трогают, даже то, что в этом возрасте трогать, не стоит с точки зрения социальных норм. Мебель, стены, другие люди, предметы, которые не стоит трогать. Опять же, это может быть проявлением тактильной гипосензитивности, а может быть проявлением чего-то еще. И не надо сразу все на гипосензитивность скидывать. Ищут грязных игр, все время лезут у руки мокрые, руки грязные. Труд чешт кусают кожу, продолжают обследовать несъедобные предметы ртом по возрасте, когда это уже не стоит делать, то бишь после двух лет. Но за этим могут стоять и другие труды. Абсолютно точно. То есть здесь мы, на самом деле, опять же, должны быть очень аккуратны, когда мы думаем только про сенсорные потребности, если мы видим ребенка с нарушением развития. И мы не видим у него коммуникации, если мы видим, что у его играния и взаимодействия. И мы видим игры, которые пока еще очень ранние. И никто не помог ему структурироваться, нет ни предсказуемости, ни поясного начала и конца активности. То, что у него может быть очень простая игра, и то, что он может обследовать предмет ртом, просто означает, что он пока не понимает, чем заняться. Находится на другом уровне развития. По поводу вестибулярной дисфункции, мы говорим о гиперсензитивности, гиперсензитивности. Гиперсензитивные дети, которые боятся движений, могут не любить детские площадки, горки, карусели, полосу препятствий, медленно двигаться, предпочитать, сидеть на месте. Потому что я точно со стула не упаду. Казаться ленивыми, несотрудничающими. Испытывать дискомфорт в лифте, на эскалаторе, в автобусе, в трамвае. Это достаточно тяжело для родителей, потому что, кажется, ребенок просто издевается, а ребенок реально укачивает там. Бояться упасть, даже если такой угрозы нет. Бояться спускаться, подниматься по ступенькам. Испытывать тревогу, когда теряет контакт с землей. У меня, собственно, такая история забавная. Муж, когда за мной ухаживал в будущем, он говорил, буду носить тебя на руках. А вот я из тех людей, которые боятся контакт с землей терять. И для меня это нехорошо. Пугаться, когда находятся вниз головой, а дети кувыркаются же как-то. Очень пугаться, если кто-то неожиданно ребенка сдвигает, как иногда бывает в детском саду или в школе, когда учитель подходит и придвигает стул с ребенком чуть поближе к парте, потому что кажется, что ребенку так будет поудобнее. Вот некоторые дети на это очень-очень бурно реагируют. Если же, наоборот, к движениям у нас есть гипосензитивность, то дети чаще всего двигаются постоянно, находятся в постоянном движении, не могут сидеть на месте. Двигают частями тела, раскачиваются, подпрыгивают, ищут интенсивный двигательный опыт. Ребенок не укачивает на каруселях, на качелях, может кататься без устали, абсолютно без укачивания. Больше, чем другим детям эти качели нравятся, с детской площадки просто не уйти. Ну и батуты, на которых можно прыгать до бесконечности и от этого получать массу-массу всякой радости. Про прецептивные трудности. Трудности в осознании собственного тела, в двигательном планировании, контроле движений. Трудности в том, чтобы свою силу каким-то образом соизмерять. И трудности в поддержании позы. Дети, которые врезаются, рушатся в предметы людей, пытаются спрыгивать откуда-то, нырять с дивана на пол, со шкафа на диван, хватать людей, печатать шаг, либо вот волочить ноги, чтобы получать больше ощущений, отталкиваться ступнями от пола, от стула, стучать палкой, тереть, кусать, грызть, щелкать суставами. Очень любят плотно заворачиваться в одеяло. Очень любят, когда все застегнуто, затянуто, шнурки, капюшоны завязаны. Дети, которые все время что-то жуют, не просто облизывают или к телу подносят, а реально грызут карандаши, жевательную ретинку, игрушки грызут. Здесь вот есть такой вопрос, который только что пришел. Ребенок сильно скрипит зубами, когда радуется. Что это может быть? Может ли это быть пропрецептивные вещи? Может быть, попыткой найти какие-то очень сильные ощущения. Если мы думаем про этот коридор, в котором нам хорошо функционировать, мы должны помнить, что вообще нам нужно успокаиваться не только когда нам неприятно, но и когда нам приятно тоже. И, собственно, если наша радость зашкаливает, нам трудно иногда вернуться в обычное спокойное состояние. И вы, наверное, видели иногда ситуации, в которых человек смеется, никак ему не остановиться, или, собственно, смех-смех-смех, который плавно перетекает в слезы и во что-то еще. Возможно, я не знаю точно, потому что невозможно на расстоянии все-таки консультировать, но возможно, что данный ребенок пытается таким образом соорганизоваться. Ему легче, когда он получает пропрецептивную информацию от суставов, которые, собственно, есть у него, и он считается что-то сжимать. Может быть, данную штуку можно попробовать заменить чем-то другим, например, какими-то жвачками, конфетами или чем-то еще, если это помогает в какой-то момент. Или попробовать заменить чем-то более социально приемлемым, например, попробовать там научить сжимать руки, или поджимать руки, или делать что-то еще. Когда мы можем получать вот эту пропрецептивную информацию другим способом. Может быть, это привлечение внимания. Может быть. Один раз мама среагировала, я смеялся, смеялся, скрипел зубами, все еще больше засмеялись, или обратили на меня внимание, или начали это комментировать. Если вас это беспокоит, первый совет всегда. Попробуйте не обращать внимания, не игнорировать. Подумайте, что вы сделаете, но не дайте ребенку понять. Не устраивайте концертов. Да, не устраивайте вокруг плясок, концертов или специального какого-то. Потому что вы можете закрепить поведение, сами того не желая, и потом уже будет трудно разобраться, правда ли это какие-то проблемы с тем, чтобы ребенок хотел бы себе дополучить определенную сенсорную информацию, или это уже связалось с ситуацией, и закрепилось, и стало привлечением внимания, или наоборот, попытка ухода от человека. Потом, когда немножко еще проговорим про разные типы сенсорных дисфункций, будем говорить, какие подходы можно использовать дома, или в классе, в дошкольной группе, для разного рода сенсорных модальностей, для того, чтобы постараться человеку в диапазон обычного функционирования вывести. Давайте вернемся к индикаторам, когда у ребенка есть нарушение сенсорной интеграции. Все-таки это дети, которые чаще расстраиваются, впадает в стресс при выполнении повседневных задач. Опять же, надо посмотреть, есть ли у ребенка способы коммуникации, потому что главная причина стресса и того, что ребенка расстраивается, будет отсутствие коммуникации, а уже, потому что ребенок просто не может сказать, что ему нужно или не нужно, а уже сенсорная причина немножечко попозже. С трудностью в обучении или в социальных ситуациях, когда ребенок часто жалуется, я не могу, мне нужна какая-то помощь, то есть трудности с изменениями, трудности в построении отношений, трудности с вниманиями, трудности в игре, навыках самообслуживания. И все эти проблемы влияют на успешное функционирование в семье, в школе, дома или в детском саду. Мы к вопросам будем возвращаться потом. Ну вот давай понемножечку с вопросами тоже разбираться. Последний вопрос, скажите, я догадываюсь, что ребенок... Не последний, а только что пришедший. Да, решение есть. Сейчас ваш рассказ только это подтвердил. Даже сына цитировали про удушающий воротник. А что делать? Диагноза у нас нет. И программ, скорее всего, тоже нет, город Тверь. Дома что-то можно делать? Всякие тактильные усилители, гамак, гнездо, сенсорный мешочек, песок. Как повлиять на обостренное восприятие звука и одежды? Спасибо. Ну, сейчас, наверное, мы начнем уже говорить об общих подходах. Смотрите, во-первых, все-таки мы хотели бы, чтобы вы не только слушали наши вебинары, но и читали какую-то литературу, которая доступна. И есть замечательные книги, в том числе они подходят и родителям. И, собственно, вот если их еще раз перечислить, это, собственно... Это книга-классика, это Джин Айрис. Это человек, который впервые поднял эти вопросы и является автором теории сенсорной интеграции. Книжка перевезена на русский язык. Уже было несколько изданий. Называется «Ребенка сенсорной интеграцией». Издательство Теревинф. Есть несколько работ Улу Кислинг, которые также перевезены на русский язык. И есть книги Кэрол Кранович, «Разбалансированный ребенок», которые тоже вышли за последние годы три. И таких книг становится все больше. И, собственно, если вы посмотрите эти книжки, попробуете подумать о том, какая именно сенсорная диета вашему ребенку подходит, то, может быть, вам удастся исправиться... Ну, давай сначала, есть ли у ребенка какие-то нарушения сенсорной интеграции. Все-таки хотелось бы обратиться к профессионалу. И так же, как и собственным здоровьем или какими-то другими потребностями, не доверять первому самому. Ищите всегда второе или третье мнение, потому что если эти мнения расходятся, то, наверное, что-то там не то с пониманием потребностей вашего ребенка. Но вот все-таки мама задает конкретный вопрос. Как повлиять на обостренное восприятие звука и одежды? Давай начнем с общих рекомендаций, которые касаются и гиперсензитивных детей, и гиперсензитивных детей. И поговорим, что есть, собственно, как организуется программа, основанная на идеях сенсорной интеграции. Первое и самое главное, что должно быть в таких программах, это ощущение безопасности и доверия. Поэтому завязывать руки где-то за спиной утяжелителями, наверное, это уже не оттуда. Отсутствие хаоса и возможной сенсорной перегрузки. То есть вот эти комнаты, которые сейчас входят в моду, где все мигает, мигает одновременно, при этом все бликует, все качается. Вот это вот не о том. Все-таки очень разумно организованное пространство. Почему это на самом деле не про сенсорную интеграцию? Потому что сенсорная интеграция в результате нашей программы человеку должно быть легче организоваться. Ему должно быть спокойнее и комфортнее. Вот она. Весь смысл в том, чтобы не получить огромное количество каких-то новых, новых, новых ощущений, которые, возможно, меня просто перегрузят или просто пролетят мимо, потому что включатся мои фильтры. А, собственно, смысл-то в том, чтобы я находился в активном коридоре функционирования. Никакого другого смысла, по большому счету, нет. Я должен таким образом анализировать и интегрировать собственные ощущения, чтобы быть способным к наиболее активному и полноценному функционированию в повседневной жизни. В социальном взаимодействии, в игре с друзьями, в разговоре с родителями или со сверстниками и так далее. Сейчас появляются специальные залы для сенсорной интеграции, которые присутствуют в некоторых службах. Как они обычно выглядят? Это все-таки достаточно большое пространство, в котором возможны изменения. На полу там всегда маты. При этом там ничего особо не висит, не болтается, взгляд не отвлекает. Но эта комната хорошо организована, и есть возможность менять, переставлять разные части оборудования в зависимости от потребности ребенка. И оборудование-то на самом деле какое? Оборудование помогает получить те ощущения, которые нам трудновато иногда получить в повседневной жизни. И в первую очередь эти ощущения вестибулярные, либо пропрецептивные. Это те ощущения, которые сильно влияют на состояние других систем. Которые помогают, собственно, той самой внутренней организации. И регуляции, которые позволяют нам вернуться в этот диапазон. То есть там будут подвесы, там будут качели, там будут маты и подушки. Там будут тяжелые штуки, которые можно катать. Там можно будет куда-то, собственно, в больших подушках падать. Или наоборот, именно крываться и что-то такое делать. И для человека, который не знаком с этой идеологией, кажется, что это комната, где можно заниматься всякими безобразиями. Можно бессистемно бегать, прыгать и просто получать удовольствие. Это все-таки не совсем про то. Все-таки это спланированная активность, на которую влияют те особенности, которые есть у ребенка. Нет программы одинаковой для всех людей. Потому что все люди очень разные. И кроме всего прочего, все-таки занятия по сенсорной интеграции, кроме того, что они имеют структуру, они очень хорошо спланированы, они все-таки опираются на интересы ребенка. Потому что одну и ту же потребность можно реализовать самым разным образом. Ну и занятия должны быть комфортными для ребенка. Ни в коем случае не ограничивающими, не унижающими, не пугающими. Потому что, опять же, мы говорим о диапазоне работоспособности. А если ребенок находится в ужасе, либо ребенку никак не проснуться, это как раз не то, чего мы хотим в программах, построенных на идеях сенсорной интеграции. Важность физической активности. Опять же, про связывание рук. Мы знаем, что активное движение, активное исследование, активное получение ощущений, не когда кто-то тебя, а ты, собственно, сам, оно доказано эффективно влияет на снижение стресса, тревоги, на улучшение концентрации внимания и в итоге влияет позитивно на усвоение академических навыков. Это то, о чем уже Слава говорит. Теперь про то, что мы можем делать дома. Пробовать снижать сенсорную перегрузку. Выключить наш телевизор. Вот я только сейчас начала слышать, что здесь играет музыка. Я надеюсь, что наши слушатели этого не слышат. Это уже 12-12, да, и до этого времени, похоже, она играла, играла, играла. Нет, я ее слышала. Слышала? А я только сейчас ее слышала. То есть убрать то, что отвлекает, убрать лишний свет, лишние звуки, помочь ребенку лучше воспринимать информацию, упростив свою речь, укоротив фразу и убрав сложность этой самой речи, убрав другие отвлечения, которые могут быть тактильными, зрительными, слуховыми, обонятельными, потому что это может реально отвлекать ребенка. Если говорить о тактильных ощущениях, которые потенциально могут отвлекать ребенка, что можно убрать. Например, если в классе ребенок или в группе боится, что его могут ударить или толкнуть, или случайно потрогать, надо подумать о том, куда мы посадим ребенка, если мы с ребенком занимаемся. Если в доме есть домашнее животное, и ребенок боится, что это кошка хвостом немножко потрогает, наверное, во время занятий надо кошку в другую комнату отправить. То есть мы в определенный момент, что такое, собственно, для меня, вот та самая сенсорная диета? Это, собственно, когда мы пытаемся, с одной стороны, в моменты необходимой концентрации, внимания на чем-то очень важном, минимизировать то, что ребенка может отвлечь. А с другой стороны, мы додаем те ощущения, которые помогают успокоиться, организоваться, делаем это всегда предсказуемо, с расписаниями активностей, с возможностью попросить, с возможностью отказаться, с перерывами сенсорными. Давай потихоньку каждую из этих стратегий будем проговаривать. Пока мы говорим о том, что мы убираем лишнюю информацию, создавая пространство, в котором легче учиться новому. Что можно убрать с точки зрения визуальной перегрузки? Вы знаете, что часто и в детских комнатах, которые у нас дома, и в группах детского сада, и в классах начальной школы мы перегружаем ребенка информацией. Там есть доска, на которой все написано, все наклеено. На стенах находятся все возможные календари, какие-то там эти календари, погоды, домашние дикие животные, то есть стены, газеты, выставки работы и так далее. Полки открытые, это находятся игрушки, которые видны, которые ужасно отвлекают, и всякие разные материалы и пособия. Висят какие-то штуки, которые свет отражает. Дети сидят перед ребенком, если это в детском саду. И для некоторых детей это выводит их из диапазона нормальной работы. То есть если можно убрать лишнее отвлекающее в том месте, где дети учатся, это было бы очень здорово. Если можно навести порядок на рабочем месте ребенка, это было бы очень здорово. Слуховые. Отвлечения, которые не так трудно убрать. Твердые гулки и поверхности. Все-таки неплохо, если есть какие-то занавески, шторы, которые поглощают звук, потому что если можно закрыть окно, если там ходит общественный транспорт, иногда некоторые люди очень заводятся в том числе по другим модальностям, когда их отвлекает слишком много шума. Шумоаквариума, открытые окна, слишком много говорящие взрослые. Ну, как-то я сейчас говорю, говорю, надо бы меня... Надо бы тебя остановить. Давай мы тебя остановим, вопрос прочитаем, который только что пришел. Ребенок при злости обиде на себя или на кого-то бьет себя по голове. Всячески пытается уйти от этого проблемы с обработкой слуховой информации. Также сильно бьет других в саду и дома. При этом не понимаешь, что человеку больно. Кислинка и рассчитали, дома качели, гамак, лесенки и т.п. При всем этом ребенок заводится с полуоборота, что нам еще может помочь настроить его на более спокойный лад в следующем году в школу. Но вот мне кажется, что это такой... Очень серьезный показательный вопрос. Очень серьезный показательный вопрос, в котором как раз очень много говорит о том, что кроме сенсорной интеграции нужны и другие компоненты. Если человек злится, бьет другого человека по голове, не понимает, что другому больно... Даже если ребенок бьет себя по голове, когда он злится, значит, у человека есть большие трудности в выражении собственных эмоций. Мы не знаем, насколько вербальный ребенок, насколько он говорящий, насколько он, если он говорит, он может говорить о собственных эмоциях, можно сказать, я злюсь, я рассердился, я обиделся. Насколько это приемлемо в том окружении, где он растет. Мы не знаем, опять же, насколько... Такое поведение подкрепляется, да, потому что... И как реагируют взрослые. У некоторых детей нет возможности сказать нет, и для того, чтобы от чего-то отказаться, им приходится проявлять достаточно экстремальные способы поведения. Либо у этого ребенка могут быть другие серьезные нарушения. То есть в такой ситуации я бы все-таки на первое место ставил бы не программу... Не сенсорные, а поведенческие программы. Я бы сказал, что надо проанализировать хорошо причины поведения и то, как реагируют взрослые на то, как себя ребенок ведет в данном случае. Я бы, наверное, подумал о коммуникации. Что ребенок не может высказать, и ему приходится таким поведением каким-то образом разруливать ситуацию. Другое дело, здесь есть вот такая штука, которую мы реально можем изменить в себе. Проблема с обработкой слуховой информации. Соответственно, видимо, ребенок не очень хорошо реагирует на устную речь. И на длинную фразу, которую как раз мы с тобой сегодня демонстрируем. Мы можем упростить собственные фразы. Мы можем постараться избегать того, чтобы говорить ребенку, что он не должен делать, а говорить скорее, что он должен делать, и говорить спасибо. Но как это выглядит на практике в практическом примере? Мы можем говорить ребенку, перестань бегать, я кому сказала, бегать, перестань, бегать, перестань, кому я сказала. И вот эта длинная фраза, скорее всего, не обрабатывается, ребенок продолжает бегать. Я могу сказать, сядь, и как только ребенок сел, сказать ему спасибо. Мы упростили, укоротили фразу, и мы показали ребенку, что стоит делать, вместо того, чтобы чего делать не стоит. Можем подумать о том, что мы можем использовать программы, которые, с одной стороны, вот такие когнитивно-поведенческие, с другой стороны, они близки к саморегуляции и обучению саморегуляции. И на самом деле мы можем учить ребенка успокаиваться. Мы можем учить ребенка успокаиваться. Иногда нам помогает визуализация магии, будем говорить чуть попозже. Это программы, которые часто используются у дошкольников. Например, как работает твой мотор, как работает твой двигатель, или градусник эмоций. Об этом можно почитать, оно иногда встречается у нас в русской языке. Уже переведены, по-моему. А, собственно, как работает твой двигатель. У двигателя примерно так же, как и мы рисовали на доске, есть разные зоны. Когда двигатель еще не заведен, когда двигатель работает оптимально, и когда двигатель перегрелся. Можем использовать стрелочку или просто какую-то вот бегутую. Ну, нарисуй такой, ты умеешь сам это делать. Да уж, если я умею рисовать, то да. То есть, собственно, мы можем использовать или вот такую стрелочку, где у нас будет, собственно, и она будет двигаться. Это можно изготовить легко из бумаги. У нас будет красная зона. У нас будет, условно говоря, рабочая. Зеленая зона, которой у нас нет. Да, зеленого фломастера, потому что здесь нет. И какая-то, в общем, синяя зона. Я сейчас недостаточно активен, мне надо немножко взбодриться, или вот сейчас мне хорошо, и я активно могу работать, или, соответственно, я перегрелся, и мне надо успокаиваться. И мы можем с ребенком вот в разных ситуациях это проговаривать и спрашивать его, что ему помогает успокоиться, или показывать ему примером, что это может быть. То есть, в данном примере, лишь программы, основные на сенсорной интеграции, мы далеко не уедем, потому что, скорее всего, там есть трудности саморегуляции, там есть трудности коммуникации, там есть трудности в социальных навыках, там, возможно, есть сложности с пониманием собственных эмоций. Да, возможно, часть сенсорная поможет, но это вот я бы недостаточно. Вот смотри, каким образом мы можем использовать сенсорную часть? Мы можем подумать о том, как ребенку сказать, да, вот сейчас ты перевозбудился. Мы знаем, что сейчас, если ты возьмешь бутылки трехлитровые с водой и поставишь их на полку... Ну, наверное, даже не совсем так. Мы примерно себе представляем флуктуацию уровня активности ребенка. И мы знаем, что через какое-то количество времени после сидения непрерывного ребенок начинает заводиться. До того, как он завелся, мы дадим ему интенсивную нагрузку. Она может быть проприцептивная, она может быть вестибулярная. Мне все-таки хотелось бы, чтобы родители немножечко в этом плане поконсультировали, потому что иногда со стороны, с точки зрения сенсорной интеграции и выстроенной программы, они выглядят просто как бегалки, лазалки, прыгалки и качельки. А все это вот не просто так используется, да? Я хотел бы еще раз как-то поставить акцент на том, что мы с годами сами учимся тому, какого рода сенсорные ощущения использовать для того, чтобы привести себя в рабочее состояние. Если я долго сижу за компьютером, я знаю, что вот сейчас время встать, налить себе горячего чаю, сделать пару глотков, и я лучше буду работать. Если я долго сидел, мне нужно подвигаться. Для ребенка иногда это бывает сложно, особенно для ребенка, у которого вообще не очень хорошо с пониманием собственного тела, собственных эмоций, каких-то вот таких вещей. Поэтому ему нужно помочь самоорганизоваться, в том числе сделать какую-то зрительную поддержку, и в том числе помочь ему лучше структурировать активности, понимать, когда они закончатся. По поводу зрительной поддержки, немного забегая вперед, хочется сказать, что у большого количества детей с разными нарушениями развития действительно есть трудности в обработке слуховой информации, и слово вылетает в одно ухо, и с другого вылетает. Чтобы этого не было, используются разные типы визуальной поддержки. Это расписание, это доски для выбора, это расписание сначала-потом, это расписание активностей. Это не тема нынешнего семинара, но об этом вы можете почитать. Надо сказать, что расписание используется не только для людей с расстройствами аутистического спектра, но и для других детей. И для вообще обычных взрослых. Ну и для нас с тобой тоже. И мы все ведем наши ежедневники, и обычные, и типично развивающиеся дети используют дневник в школе. Вообще расписание и некоторая предсказуемость и структура жизни – это важная часть организации и самоорганизации человека. И для снижения тревоги, и для прояснения вербальной информации, и для понимания того, что ждет тебя дальше. Много для чего, и это касается разных детей, и используется в разных программах, и в поведенческих, и иногда в программах основанных на сенсорной интеграции, когда ребенок знает, что зачем следует во время его задания занять. Это очень полезная штука. Вот длинный, очень интересный вопрос сейчас пришел. «Добрый день, у нас гипосензитивность, постоянный сенсорный поиск, любит мять, жевать пластичные и твердые вещи, и еду несъедобную, одежду людей, скидывает обувь, входит босой, очень ловкий, настоящий гимнаст, но проблем с мелкой моторикой». Тестировались с проприцептой недоразвитость, вестибулярную вроде насытили, ПЕКСы в ходу, визуальным расписанием пользуемся. ПЕКСы – это, видимо, программа ПЕКС. «Обучение коммуникации с помощью обмена изображениями». Сенсорной интеграцией занимаемся и многими другими занятиями, экономическими, музыкальными, физкультурными. Гиперактивность, проблемы с вниманием, пять лет, невербальный, прогресс есть, то возрастной нормы далеко, а типичный аутизм. Речь стала понимать значительно лучше, развивая так и дальше, можно ли ожидать, что органы чувств придут в норму, или у каждого свой потолок в развитии и никогда не достичь того, что более-менее норма для людей. А еще кусает руку, как бывает, когда злится, но чаще, когда радуется. Как гасить такое поведение при злости, более-менее понятно. Но что делать с эмоцией продолжительной? Очень длинный вопрос, вопросов масса. Мы понимаем, что нас слушают очень внимательные родители, которым очень нужна помощь. Да, да, да. И помощь не только в области сенсорной интеграции. И понятно, что здесь, наверное, надо подумать. Тут много вопросов в одном. И здесь масса вопросов. Во-первых, можно ли каким-то образом улучшить функционирование человека и снизить влияние сенсорных проблем? Да, конечно. Можно. Здесь мы видим, что родители очень грамотные, и ребенок получает неплохую программу, потому что у него есть программа ПЕКС. ПЕКС занимается коммуникацией. Значит, давай-ка вот здесь мы... Понятно, что это не совсем тема нашего сегодняшнего теминара, но все-таки скажем о том, что ПЕКС – это лишь первый шаг в коммуникации. И он позволяет нам обратиться и попросить. Что есть лишь одна коммуникативная функция из десятка возможных. Вот мы сейчас сидим, да? Да, да, да. И мы еще ни у кого ничего не попросили. Мы не попросили. Хотя вот я попросила водички, но сама налью. У тебя чай уже кончился? И, соответственно, чтобы нам отказаться, или чтобы нам прокомментировать, или чтобы нам... Поделиться эмоцией. Нам нужны другие системы коммуникации. Понятно, что некоторым детям нужно время, чтобы с помощью ПЕКС вообще вступить в коммуникацию и перейти дальше. И, наверное, просто следующие шаги, они должны быть переход к коммуникативной доске, на которой будет больше возможностей... Для развития коммуникативной функции, собственно, структуры и сложностей предложения. У ребенка любят мять, жевать пластичные не всегда еду, вещи, одежду и так далее. В данном случае мы можем говорить, что, возможно, такому ребенку имеет смысл использовать какие-то предметы для того, чтобы жевать, грызть. Потому что это и безопаснее, потому что... Желательно всего использовать специальные приспособления для кусания и жевания, которые используются у старших детей и взрослых. Сейчас они доступны в России. Которые, собственно, одобрены стоматологами, чтобы не просто выдавать какие-то детские, младенческие грызунки или что-то такое, что может повредить зубы, или порваться, или что человек может проглотить. То есть, чтобы это было безопасно. Из того, что здесь еще мы видим, все-таки хотелось бы часть поведенческой программы для этого ребенка. Потому что кусает руку, когда злится, когда радуется. Наверняка эти проявления могут быть связаны еще и с тем, что ребенка таким образом пытается получить или от чего-то отказаться. Насчет прогресса, возрастной нормы, возможности достижения результатов, у этого ребенка уже есть большие достаточно продвижения. И мы надеемся, что продвижения они будут продолжаться. Можно ли вообще говорить о какой-то условной такой норме, к которой мы все стремимся? Наверное, в области сенсорной интеграции нам главное, чтобы мы могли функционировать в этом коридоре, чтобы у нас не было проявлений самопровеждающего или социально неприемлемого поведения, или поведения, которое мешает нам учиться и вступать в взаимодействие. Поэтому добиться этого можно. Можно ли всех сделать одинаковыми? Наверное, нет. Ну и задача такой, собственно, не стоит. Ну и вообще людей сделать одинаковыми – это не самый лучший вариант. Наверное, действительно имеет смысл работать с проприцептивными вещами, потому что мы видим явный поиск подобного рода ощущений. Надо подумать о том, чтобы заниматься не только в зале, если вы занимаетесь где-то в кабинетах со специалистом по сенсорной интеграции, хорошо бы разработать сенсорную диету, а это то, что вы можете использовать дома. Но при этом, если мы видим самопровеждающее поведение или какое-то поведение с высокой степенью опасности для человека или других, мы первым делом все-таки должны вернуться и еще раз попробовать проанализировать причины и последствия. И построить поведенческий план, потому что кусает руку не самый лучший симптом. Может быть, надо подумать о том, что к ПЕКСу надо добавить функциональную коммуникацию, с помощью которой можно было бы отказываться. Надо сначала оценить, что это такое. Да, то есть давайте все-таки, поскольку вы, видимо, использовали очень много разных стратегий уже, надо, может быть, хорошее сейчас время, чтобы начало нового учебного года использовать, сесть с вашими специалистами, снова проанализировать, насколько коммуникация адекватна, в чем причины поведения, какого рода последствия человек получает. Как вы используете сенсорные ощущения? Не подкрепляете ли вы сенсорной диетой нежелательное поведение? Если я начинаю кусать руку из-за того, что у меня есть какие-то эмоции, с которыми я не справляюсь, саморегуляция, которая у меня недостаточно развита, и мне говорят, о, скорее у тебя назрела сенсорная потребность, давай-ка иди попрыгай на батуте, вот это, наверное, не то, что я хочу. В следующий раз, когда я захочу прыгать на батуте, я начну кусать себе руку, потому что меня, скорее всего, туда опять поведут. Здесь надо вернуться и попробовать все-таки проанализировать поведение, что к чему приводит, и, может быть, это выведет на какую-то дорожку. Хотя у семьи такая очень хорошая программа, я вижу, что эта семья из Нижнего Новгорода, похоже, радует, что есть такая программа. Ну и вот длинный вопрос, мы длинный ответ на него и дали, наверное, это... Надо бы упростить речь. Надо бы нам с тобой упрощать речь, это точно. Еще один вопрос. У ребенка, я его прочитаю. У ребенка семи лет, расстройство аутистического спектра, похоже, что вот вопрос сенсорной интеграции больше всего волнует родителей детей с аутизмом. В последнее время увеличилась чувствительность к громким звукам. Все чаще закрывают уши руками, например, раньше не нравился звук мясорубки, сейчас выходит, когда работает кофеварка. Раньше не обращал внимания, с чем это может быть связано. Вот семь лет, да, сейчас человечку? Надо сказать, что у детей, часто такие штуки бывают, у детей с расстройствами аутистического спектра, да, гиперсензитивность к каким-то определенным звукам. И здесь работают разные-разные стратегии. Мы немножечко упоминали про стратегии дезинсибилизации. Мы можем использовать стратегии, которые связаны с уменьшением, собственно, влияния этого звука. Можем думать о различных наушниках. Наверное, не в этом случае. Я бы, наверное, попробовал бы, если это для вас важная штука, или разработать какую-то программу дезинсибилизации, когда мы помогли бы человеку самостоятельно сначала просто потрогать эту кофеварку, потом, соответственно, попробовать включить, используя подкрепление. Ну, либо контролировать время предъявления этого неприятного стимула с тем, чтобы он ее выключал самостоятельно. Да. Или, соответственно, спрашивать, предупреждать его, что сейчас будет данный звук, хочешь ли ты выйти, или можешь ли ты остаться. Иметь возможность, если это реально сильное проявление гиперсензитивности, то некоторые люди имеют возможность девать наушники, когда слышат. Очень неприятный для себя звук. Другое дело, что 24 часа находиться в наушниках – дело не самое хорошее. Вообще, длительно использовать, в общем, нежелательно. То есть мы хотели бы, чтобы человек пользовался бы наушниками, ну, или вот заглушающими какими-то звук устройствами, только в тот момент, когда это действительно важно для его социальной ситуации. Когда мы действительно понимаем, что другого способа включить в какой-то, допустим, праздник, музыкальное занятие или проехать в метро, но просто у нас нет другой возможности. Возвращаясь девочке, которая гиперсензитивна к звукам тоже, да, и не ходит на музыкальные занятия, мы можем вместе, объединив идеи частичного участия и дестабилизации, разработать программу, когда ребенок может начинать потихонечку привыкать к этим вещам. И, может быть, для начала не нужно от ребенка ожидать, что ребенок целые занятия просидит, если это реально больно, если там громко. А что такой музыкальный зал обычно – это большое количество окон и поверхности, которые отражают звуки. Трудно представить себе, если не имеешь таких особенностей, а ребенку может быть реально неприятно. Ребенок может приходить в самом конце занятия и уходить вместе с другими детьми. И сначала ребенок может приходить на одну-две минутки, когда он уже почти все заканчивается, а потом радостно уходить. А затем мы можем с конца, немножечко отодвигая вот это время присутствия на занятии, увеличивать. Бывают ситуации, когда у некоторых детей совсем трудно вот эти звуки переносить, и мы вводим еще и наушники тогда. У нас был вопрос, который пришел еще до семинара по поводу работы в группе. Я вот его просто сейчас не могу прямо найти. Может быть, я попрошу, чтобы нам его еще раз переслали. Есть, она у меня есть. Я свела в один файл. Вот. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как работать с группой детей с различными сенсорными потребностями. Например, один гиперчувствительен к звукам, а другой часто выдает истерические реакции и пугает первого. Понятно, что в идеале таких детей лучше разводить по отдельным группам, но иногда это невозможно. Или требует время на оформление бумаг по переводу. Существуют ли какие-то методы или приемы преодоления таких ситуаций? Вот здесь, наверное, мы можем рассказать о том, что мы видели у наших замечательных коллег в центре Food Discovery, где они проводят исследование как раз влияния вот этих вот сенсорных ощущений на поведение детей в классе. И там как раз мы видели видеопрезентацию очень похожей ситуации, когда ребенок, собственно, в классе сидит, вдруг неожиданно начинает выпадать из урока, при этом присутствует достаточно много звуков вокруг. И, собственно, часть звуков, она связана как раз с тем, что в классе находится другой ребенок, который достаточно шумный. И ребенок потихоньку начинает заводиться. Мы не видим поначалу никаких проявлений, но те индикаторы, которые нам показывают, сердцебиение, кожно-гальванические реакции, дыхание, показывают, что начинает заводиться ребенок. И потом, собственно, в какой-то момент происходит уже стресс, когда он толкает, убегает. Кричит, вскакивает и зажимает уши, и мы видим уже перегрузку. То, собственно, происходит дальше, как мы можем попробовать с этим справляться, и как мы видели, эффективно с этим справляются. Собственно, начинается то, что называется программой десенсибилизации. Которая начинается отдельно, не в классе, когда ребенка учит контролировать и привыкать к объему звука, когда записывается крик другого на метафон, и ребенок может просто включать звук и называть наушники. С того соседа крики, который мешает в классе, их записали на магнитофон, и, собственно, учили ребенка включать и выключать магнитофон, переносить все более и более длительно. И надевать наушники, когда громкий звук начинает зашкаливать. И, собственно, таким образом удалось справиться с этой проблемой, и потихоньку даже совсем отказаться, в том числе и от наушников в дальнейшей перспективе. Что мы здесь убираем? Мы убираем эпизод неожиданности, и мы убираем невозможность саморегуляции. Потому что вся работа направлена на то, чтобы сознательным образом научиться себя защищать от травмирующего воздействия, которым в данном случае являются крики другого ребенка. Надо ли разводить их по разным группам? Ну, наверное, в большинстве случаев все-таки нет. Вот для меня всегда такой большой вопрос, и мне кажется, что здесь вообще нет. Я все-таки не хотел, чтобы мы давали какой-то совет прямой. Потому что все-таки нужно смотреть из практической целесообразности. Это как в вопросе с кофемолкой, с мясорубкой, с дрелью за стеной. Есть ситуации, которые мы не можем убрать, и к которым нам придется приспосабливаться. Но всегда ли стоит битва? Нужно ли бороться за то, чтобы ребенок надевал штуку с тугим воротничком? Или мы просто можем поменять одежду и не вступать в этом смысле, даже не громоздить вокруг этого специальную программу десенсибилизации? Нужно ли нам приучать его к тому, что у него шумный сосед? Или можем его перевести без ущерба для всех остальных в другую группу? Может быть, он только попал в этот класс, и у нас есть параллельный класс, в котором он будет... Ну, поскольку мы все время не можем человека переводить... Да-да-да, но я имею в виду, что когда мы формируем группу, мы можем об этом думать. Когда мы строим домашнее окружение, мы можем думать о том, что мы используем менее шумные приборы или какие-то вещи мы можем... Если ребенку очень трудно это все переносить, делать тогда, когда его нет. Но если это невозможно, то тогда мы, собственно, попробуем построить программу, которая будет называться программой десенсибилизации. Два вопроса очень похожих. Один звучит следующим образом. Есть ли в России, в Москве в частности, курсы для специалистов по сенсорной интеграции? И другой вопрос, который пришел... Сейчас, секундочку. Назовите, пожалуйста, программу с доказанной эффективностью не только программу фонда, но и другие, которые можно пройти в России. Но вот в этом вопросе небольшая есть запутка такая. Мы говорим о программах работы с ребенком. Это одна вещь. И программа обучающая – это другая вещь. Вот что есть на сегодняшний день. Есть физическая реабилитация, организация не государственная в Санкт-Петербурге, которая время от времени... И ассоциация эрготерапевт в Санкт-Петербурге, которая проводит обучающие семинары. И Екатерина Калачкова и ее коллеги, они все-таки имеют очень приличное образование. И то, о чем говорят эти люди... Ну, это если вы хотите учиться эрготерапии. Если вы хотите учиться эрготерапии. Время от времени в Москве тоже проводится семинар по сенсорной интеграции. Не все они реально хорошо, но смотрите, кто это проводит. Все-таки обучение эрготерапии – единственное место, которое дает диплом о втором образовании в Санкт-Петербурге – это институт. Значит, давайте дальше перейдем. Собственно, тут прям вопрос у нас пришел как раз про то, что не очень много имеет доказательной базы под собой. Ваше мнение о массаже сенсорной суммации как стратегии при нарушении обработки сенсорной интеграции. Ну вот, если мы хотим изменить функционирование человека, мы должны, в общем, каким-то образом помочь ему активно функционировать. Все-таки пассивные методы помощи, такие как массаж, такие как, в общем, пассивное воздействие, они на сегодняшний день не имеют серьезной доказательной базы под собой. Массажем нельзя улучшить сенсорную интеграцию. Во всяком случае, мы не знаем, ну нет на сегодняшний день таких исследований, которые бы это показывали. Единственное, существуют определенные узкие, собственно, области применения массажа, которые связаны там часто с обучением родителей младенческому массажу, что помогает им лучше установить отношения. Ну вот это как раз касается доказательных эффективных техник, материнский массаж, который в том числе используется иногда отделение интенсивной терапии для недоношенных, не для того, чтобы мышцы размять или мышцы растянуть. Это скорее приятный для ребенка тактильный опыт и возможность для родителей наладить, в том числе, взаимодействие с ребенком на тактильном уровне. Никакого волшебства абсолютно, но это несколько другой массаж. Поскольку мы работаем довольно давно с детьми и молодыми и взрослыми с нарушениями в развитии, мы часто отвечаем на всякие вопросы про массаж, потому что это огромная часть индустрии, помощи. И надо сказать, что, по-честному говоря, серьезных исследований, которые в какой-либо части системы помощи людям и детям с нарушениями показывали бы эффективность массажа, их на сегодняшний день нет. Давайте немножечко еще поговорим о контроле окружения и о каких-то конкретных рекомендациях, которые можно дома использовать. По поводу убирания зрительных отвлечений мы поговорили. Давайте поговорим о том, как посадить ребенка во время занятий. Очень часто наблюдая за занятиями за детьми и в детских центрах, в дошкольных учреждениях и в школьных учреждениях, мы видим ребенка, который крутится, вертится, со стула сползает, и ноги у него при этом не достают до земли. Все-таки для того, чтобы получать адекватный пропорецептивный ответ и лучше концентрировать внимание, лучше посмотреть за тем, как сидит ваш ребенок, ноги должны стоять на полу, а не болтаться, и размеры, высота парты и стула должны ребенку подходить. Теперь по поводу тех, кто крутится, вертится на время урока. Понятно, что, опять же, не все сенсорные причины, и на уроке может быть реально скучно. И если на уроке скучно, то, наверное, нужно сделать его интересным. Даже кто-то крутится, вертится, а кто-то просто засыпает, все мы это помним, да? Но, тем не менее, если это все-таки на уроке интересно, а ребенку никак не усесть, вот раньше думалось, что ребенок должен сидеть спокойно, это поможет ему концентрировать внимание. Не для всех. На сегодняшний день для некоторых детей, которым сложно сидеть на стуле, принято давать дополнительные проприоцептивные ощущения, которые можно получить следующим образом. Вы можете обвязать ножки стула эластичной лентой, и ребенок, который так и так ногами все время сучит, может по этой ленте немножечко ногой подбивать, что даст ему возможность при этом лучше концентрировать внимание. Некоторые дети, у которых есть реальное моторное беспокойство, им лучше сидеть даже не на стуле. Иногда мы даем практически сдутый мячик волейбольный пляжный. Он на стуле, как подушка. Либо клиновидную подушку, которая тоже немножечко шевелится. Вот это все-таки, наверное, такое изменение, которое случилось с профессиональным сообществом за последние годы. Раньше мы считали, сядь прямо, руки на стол, выпрямись, не двигайся. А вот есть дети, которые не могут это делать. И большинство из нас на самом деле это не только позиции. А смотрите, что они пытаются сделать. Они же на самом деле пытаются вывести себя в тот самый диапазон нормального функционирования, получая дополнительные ощущения. Я хотел бы все-таки всем вам напомнить, что мы сами делаем то же самое. Посмотрите на себя. Мы уж извозились и сидели. Конечно. Мы двигаемся, мы меняем положение, мы пытаемся что-то жевать, мы отпиваем чай. Невозможно сидеть неподвижно. Я упаду и не смогу функционировать. Но если только ты не самый сильный человек, и находишься в роде охраны, когда ты можешь 20 минут постоять. Я не буду прав от охраны, ничего не знаю. Вот хочу сказать, что для того, чтобы любому обычному человеку функционировать активно, ему нужно периодически менять положение тела, и ему нужны различные сенсорные ощущения. Некоторым людям нужно больше. Поэтому мы, возможно, дадим издутый мячик. Либо вообще посадим не на стул, а на большой терапевтический мяч. Либо дадим что-то для рук, чтобы ручонки-то не занимались. Либо дадим резинку привязанную к стулу. Которую я уже говорила, игрушечки-виджеты мы можем дать. Важность организации распорядка, мы об этом уже говорили. По поводу важности расписания, важности предсказуемости и действий наших предсказуемостей. Это очень важная штука. Обязательно предупреждаем детей об изменениях. Делаем перерывы с двигательными занятиями. Иногда мы видим эти перерывы очень вялыми. Они такие же кушные, как урок. Когда мы сидели, что-то делали, делали, делали. А потом, ну давайте там мячиком по ладошке покатаем. Ну давайте пальчиками вот так вот поделаем. Это маловато. Мы говорим о реально активных перерывах. То есть, если мы хотим сменить активность, мы должны сменить активность. Мы должны реально попрыгать, получив прецептивное ощущение, лучше найдя положение. Может быть, побегать, может быть, поускоряться. Поджиматься от стены, возможно, переносить стулья. Утяжеленные предметы также помогают нам сбросить лишнюю энергию, когда мы что-то толкаем, раскатываем ковер. Мы должны подумать, для кого из детей что именно мы будем использовать. Но, в общем, это должна быть реальная смена активности. У нас тут вопросы приходят-приходят. Остается у нас 12 минут, между прочим. Есть много вопросов. Подскажите, пожалуйста, конкретного специалиста или центра. Причем из Москвы, из Подмосковья. К сожалению, мы не можем это сделать, потому что у нас просто нет таких данных. Ну и, соответственно, мы все-таки, видите, поскольку еще и мы помогаем делать программы, которые являются общедоступными и бесплатными, мы бы не хотели, ну и просто не имея морального права в рамках наших вебинаров, рекламировать платные услуги. Акционная интеграция, штука такая новая, и она часто в коммерческих центрах сопутствует с вещами, которые не имеют доказанной эффективности. И нам тут предлагают какие-то вещи назвать. Я, к сожалению, не могу их назвать, потому что там, я вижу, я знаю эти организации, там достаточно много того, на что бы не рекомендовали потратить деньги. Так, вопросы еще. Ну и есть вообще вопросы с пожеланием прокомментировать какие-то конкретные методы, в том числе и там аудиовизуальной стимуляции и прочего, и прочего. Надо сказать, что все-таки все, что относится к помогающим программам, то, что входит в комплексный подход на сегодняшний день, когда мы используем, собственно, идеи сенсорной интеграции для подготовки, для активности, для нахождения ребенка в том активном коридоре функционирования, оно все-таки, там нет никакой ни магии, ни электричества, ни волшебных звуков, ничего такого, что было бы не подвластно обычной. Оно все-таки программы активного обучения. Оно все-таки не сидеть и не получать какой-то стимуляции. Не пассивно воспринимать что-то из внешнего мира. Вот немножко необычный вопрос, но, наверное, тоже очень важный. Что бы интересного и нового посоветовало воспитателям детских санаториев Москвы? Как вы думаете, какая программа больше всего подходит для детского санатория? Ну, в первую очередь, конечно же, активная. Все-таки не прослушивание звуков, не разглядывание. Тем более, санаторий, наверное, подразумевает природу. Природу и какую-то активность, и, наверное, все-таки занятия в комнатах сенсорной интеграцией, с активным использованием вестибулярного и принципивного опыта. Может быть, даже не в комнатах, может быть, на детских площадках. Прекрасно на детских площадках, спланированные. И, наверное, занятия по развитию саморегуляции. Все-таки санаторий, я надеюсь, что санаторий, ну, либо он семейный, если там маленькие дети, все-таки что-то не санаторий для двух лет, а без родителей, да? А если это дети без родителей, я надеюсь, что это дети все-таки более старшего возраста, школьники, да, то неплохо бы думать о развитии саморегуляции, о возможности занятия йогой, других практик, которые позволяют развивать саморегуляцию. Когда мы учимся дышать, когда мы учимся успокаиваться. Успокаиваться. Когда мы имеем возможность активно позаниматься с хорошей физической нагрузкой, с хорошим проэкспертизмом. Расслаблять, напрягать мышцы. Ну, вот это тоже из области сенсорной интеграции, потому что это все направлено на то, чтобы уметь вводить себя в диапазон оптимального функционирования. Здесь есть очень сложный медицинский вопрос. Я его почему-то не вижу. Это какой? Очень конкретный, с перечитанием диагнозов. У тебя должно быть. Я послал тебе файл. А, ты имеешь в виду вот здесь. Да, да, да. Просто вопросов много, поэтому извините, не сразу. Давай пока вопрос попроще. Здравствуйте. Как справляться с большой расторможенностью ребенка с ЗПРР? Стоит ли использовать нейролептики или избежать? Что делать, если ребенок быстро утомляется на занятиях? Спасибо. Сейчас, извини, я просто пытаюсь найти вопрос, про который. Еще раз давай, вот который я сейчас зачитала. Как справляться с большой расторможенностью ребенка с ЗПРР? Стоит ли использовать нейролептики или избегать? Что делать, если ребенок быстро утомляется на занятиях? Ну, мы не можем давать рекомендации еще раз по каким-то тем более лекарственным препаратам. Все-таки мы думаем о том, что справляться с утомляемостью нужно чередованием активности, расписанием, предсказуемостью, осмысленностью занятий и мотивацией. Адекватной степенью сенсорной нагрузки, потому что утомляемость может случиться из-за сенсорной перегрузки. И это не то, чтобы ребенок устал заниматься, а, возможно, есть очень много конкурирующих ощущений. Я бы все-таки еще раз сказал про мотивацию. Все-таки, когда я устал заниматься, первая причина, которую я бы хотел исключить, я не знаю, зачем мне это нужно. То есть, вообще это не надо. Да-да-да. Я не знаю. Мне это, а, неинтересно, б, может быть, я подозреваю так, что все равно ничего хорошего у меня не будет. У меня не будет в конце никакого подкрепления. И, скорее всего, это нужно взрослым. А я-то не понимаю, мне зачем. Это задача, которая давно освоена. Очень больно каждый раз смотреть на развивающих занятиях, что ребенок занимается пирамидкой. Пирамидка все-таки это учебный материал, который заканчивается в три года. Даже если ребенок тяжело отстоять в развитии, можно придумать какие-то другие материалы, которые более соответствуют возрасту. Все-таки, прежде чем думать о нейролептиках, подумайте о поведении ребенка. Если это касается только обучения, давайте попробуем протестировать мотивацию ребенка и подумать, что ребенок будет получать за каждые маленькие шаги. Мы не обязательно говорим о пищевом подкреплении. Это уже поведенческие подходы, а не идея сенсорной интеграции. Мы думаем о том, как поднять мотивацию ребенка, которая может быть необычной. Да, я понял, о каком вопросе ты говоришь. Здесь после операции у ребенка большое количество противопелептических препаратов. И, собственно, вопрос, что делать, потому что у ребенка признаки внешней передозировки. Я не хочу на этом останавливаться, потому что это сугубо узкий медицинский вопрос. Я бы посоветовал просто родителям обратиться к эпилептологу и как можно быстрее проверить, соответственно, концентрацию препаратов, проверить дозировки, посмотреть, не нужно ли ничего изменить в лечении. Это не вопрос того, как именно нам учитывать сенсорную диету или что-то такое. Это важный медицинский вопрос. Хороший вопрос, там, писали, 5 минут осталось. Да, действительно, остается всего 5 минут. Я надеюсь, что, несмотря на отсутствие сенсорных разгрузок у нас с тобой, мы все же были способны не очень. Ну, ничего, потому что каждый день проходили по 12 километров, мы подготовили свой тел к работе. Да. Так. Давай вернемся к тому, что мы не успели еще сказать. Со своими рекомендациями, да? Иногда ребенку помогает лучше сконцентрироваться внимание, если он не просто сидит и тихо шуршит там своей ручкой. Некоторые активные учителя, понятно, что это не для детей, наверное, с большой гиперсанзитивностью к движениям или к звукам, но некоторые учителя повышают степень мотивации участия, если дети во время занятий двигаются или поют, пишут и поют. Тоже неплохая штука во время написания слов, математических вычислений. Вот один из советов, который может нам помогать в разных программах, это, собственно, возможность частичного участия. Немножко об этом говорили, вот про девочку, которая позже подойдет на занятия. Не уйдет, потому что раскричалась, потому что устребим ее поведение, а будет потихонечку приходить с конца, отодвигая это время. Это же очень похоже, на самом деле, на идею десенсибилизации, с одной стороны, если она возможна. И, в общем, на идею того, что каждый может участвовать, но каждый может делать это в разной степени. Еще одну штуку я хочу озвучить. Она важна для разных детей, это дать время для обработки информации. Не успеем мы нарисовать, у нас осталось уже три минуты. Иногда мы бомбардируем детей слишком высоким темпом и слишком большим количеством наших повторений. Обычно, когда мы даем ребенку какое-то задание, например, слава, не знаю, дай руку, я считаю про себя до пяти, и стараюсь потом, не повторяя инструкцию, оказать какую-то поддержку. Есть дети, которые реально обрабатывают информацию медленнее. И если мы повторяем нашу команду, нашу инструкцию, мы как будто бы запускаем программу каждый очередной раз. Слава, дай руку, я кому сказала, слава, дай руку, да сколько же можно говорить? И мало того, что мы нервируем ребенка, потому что он слышит наш заведенный голос, мы еще можно не выполнять с первого раза, мы еще к тому же просто не даем времени на обработку информации, значит, ребенок не отвечает и, соответственно, молчим. И как вы видите, это все очень похоже. То есть мы учитываем в программах, которые мы проводим, и идеи поведенческого анализа, и идеи сенсорной интеграции, и ни в коем случае не противопоставляемые друг к другу. По поводу детей, у которых есть трудности, которые не дружат с руками, которые не понимают нажима на карандаш, кто-то нажимает очень легко, кто-то нажимает так, что карандаши ломаются, педагоги и родители ученые злятся, говорят, нарочно ты это делаешь. А здесь действительно есть трудность с размерением собственной силы. Для тех детей, которым противно трогать и рисовать красками, мы можем подумать о том, какие письменные предложения, недвижимости ребенок может использовать. Не надо всем давать одну и ту же ручку. Мы можем утяжелить ее. Утолстить, утяжелить, вместо рисования краской можно рисовать губкой, либо кистью. Вот с этим тоже можно неплохо подумать. Я тебя, Таня, должен прервать, потому что у нас, похоже, время кончилось. И, собственно, у нас осталась одна минута. Значит, нас просят сказать, что этот вебинар будет доступен для просмотра по окончанию трансляции. Мы написали сайт фонда «Обнаженные сердца», где можно найти другие вебинары. А где мы его написали? Слава, где мы его написали? На последнем, что ли? Ну, ты взяла. Да. Вот он здесь, вы видите его. Последний вопрос, похоже. Здравствуйте, посоветуйте, как правильно похвалить ребенка. Давайте очень конкретную похвалу. Если ребенок сел по вашей просьбе, то вы говорите «Спасибо, ты сел». Если ребенок сказал что-то по вашей просьбе, скажите «Смотри, как здорово ты сейчас сказал». И похвала работает только если она разная. Вот смотри, там в этом вопросе очень много всего. И там концовка вопроса продолжает выполнять, но слезы текут, утешая, он улыбается в ответ и плачет. Вот все-таки последите за тем, какое именно поведение вы подкрепляете. Не получается ли таким образом, что ваша реакция, когда вы утешаете, когда вы хвалите, возникает в основном тогда, когда ребенок уже расстроился и плачет? Либо не хочет заниматься. Может быть, вам нужно посмотреть какие-то книжки или посоветоваться, а лучше посоветоваться, с специалистом по поведенческому анализу, чтобы посмотреть, собственно, в чем причина поведения, какого рода подкрепление вы даете. Потому что не очень похоже по вашему вопросу, что это на самом деле сенсорная проблема. Иногда очень здорово помогает понять суть происходящего, если вы запишете это занятие на видео. Потому что, когда мы действуем в реальном времени, мы можем чего-то не заметить. Попробуйте записать на видео, посмотреть вместе с специалистом. Вы увидите там огромное количество того, чего вы раньше не замечали. И мы, собственно, очень любим поэтому использовать видео. Нам как-то вот уже показывают, что мы должны заканчивать. Сворачивайся, сворачивайся. Уже, в общем, довольно много мы всего попытались вам рассказать. Я очень надеюсь, что это было вам полезно. Еще раз хочу сказать. Читайте книжки. Осмысленно думайте о том, что вы используете и к кому из специалистов вы обращаетесь. Всегда ищите второе мнение. Не используйте сенсорную интеграцию как единственную стратегию помощи вашему ребенку. Либо магическое излечение от всего сразу, такого излечения не бывает. Не думайте даже про сенсорную интеграцию, если вы не подумали про коммуникацию и поведенческий анализ. И структурирование организации окружения. Все-таки это то, что вы добавляете, как розочку на тортике. Это то, без чего вы не можете обойтись в вашей программе. И давайте думать о том, что все наши воздействия, все наши занятия, они должны приносить ребенку удовольствие, мотивировать его. Это все-таки не уколы. Нет. Это не вырезание чего-то. Это не операция, которая особо много удовольствия не приводит. Занятия должны приводить к удовольствию ребенка. Спасибо вам большое за внимание. И, в общем, хороших вам суббот и воскресенья. Спасибо. 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 Спасибо.